Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. Очень хочется выпить за здоровье раненых и пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что планирует противник. И мы это с вами тоже знаем. Какие провокации ожидаются в ближайшее время, в каких районах и так далее. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту тюберку поставить. Мы обязательно выпьем за ним. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походным перекусить и за работу. Приветствую, дорогой зритель. Противник объявил о начале контрнаступления в Харьковской области. Об этом сообщили представители 3-й штурмовой бригады ВСУ, входящей в группировку АЗОВ. Одновременно с этим военкоры передали информацию о необычном перемещении западной военной техники и подготовке вражеских сил к мощной атаке на Крым и Приднестровье с целью децентрализации русских вооруженных сил. Вражеские боевики начали контрнаступление на Харьковском направлении. Целью видеться ослабление наступательного потенциала русской армии в Курской области и на Донбассе. А также возможность отвлечения на себя части наших боевых соединений. Подобную трактовку в официальном заявлении озвучили представители 3-й штурмовой бригады ВСУ. Напомним, они же вместе с 67-й бригадой ВСУ, отступая со своих позиций под Часовым Яром, сдали города Мариуполь, Бахмут и Авдеевку. На данный момент неизвестно точное число вражеских сил, задействованных на этом направлении. Штурмовая бригада обычно включает от 3 до 6 тысяч военнослужащих, а также обширный арсенал военной техники. Из которой большая часть была увезена ВСУ при уходе с позиции на Донбассе. Также сообщается о тревожных перемещениях военной техники противника в Одесской области. Согласно информации от ветерана Вагнера, автора канала Кандетьеро, противник готовится к мощной операции, что подтверждается масштабным развертыванием техники. Заявления представителя Вагнера свидетельствуют о том, что несколько грузовых судов, сопровождающихся военными катерами ВСУ, вышли из портов Одессы и Измайла в Черное море. Примечательно, что корабли стоят на якоре за пределами Одессы и имеют на борту радиолокационные станции и контейнеры Multiple Launch Rocket System с разнообразными ракетами типа HIMARS и МГМ-140. Информация о подготовке данной операции поступила еще 22 августа. Кандетьеро утверждает, что враг при западном содействии готовит гибридную ракетную атаку на Крым, организуя одновременное отвлечение ПВО полуострова, а также зону ПВО Черноморского флота. Похоже, что это нападение будет сопровождаться атакой на наши корабли. Предполагается, что его проведут после того, как будут идентифицированы все элементы единой системы зенитно-ракетного комплекса и предпринята попытка их уничтожения. При этом, чтобы не создавалось ошибочного впечатления нашей неготовности к этим мероприятиям оппонентов, Вооруженные силы России давно озабочены построением многоуровневой обороны с воздуха, что является для противника сегодня нераскрытым секретом. Именно с целью выявления работы наших ПВО увеличена группировка шпионов и самолетов в Черноморском регионе. Ну а в то же время, по данным инсайдеров канала «Инсайдер Т», ссылающихся на украинский генеральный штаб, планируется одновременный удар на Приднестровье с целью последующего захвата этого региона. Эта стратегия по-прежнему может быть направлена на дестабилизацию русских вооруженных сил. Источник утверждает, мол, что с началом 2 декады августа в Одесскую область перебрасываются подразделения ВСУ с легкой маневренной техникой. Кроме того, украинская сторона несколько дней назад ввела ограничения на перемещение вдоль границы республики. Опыт Курской операции показал, что противник может совершить стремительный прорыв до 30 км, чего вполне достаточно для захвата Приднестровья. Пишут авторы, забывая, что есть один важный нюанс. Теперь мы к такому готовы заранее. А потому противник, вероятнее всего, попросту отступил, понеся немалые потери. Эти действия не остались без внимания нашего высшего военного командования. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством объединенной группировки войск. Это событие весьма значительно, поскольку, по всей видимости, утверждено строгое наказание за деятельность в Курской области. Путин выслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Сергея Рудского, в которых обсуждала ситуация в Курской области. Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции прослушал доклады командующей группировками войск о текущей обстановке на своих направлениях. Несомненно, важно отметить, что во время проведения совещания перед Путиным были разложены карты. Это вызывает вопрос, неужели строгое наказание за деятельность в Курской области наконец-то получило одобрение. Посольство России в США в лице Анатолия Антонова ранее уже высказывался по этому поводу. «Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области». Такие заверения мы уже слышали ранее. Как видно, ситуация на Украине уже не вызывает страха. Не случайно советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил Западу, что, мол, нет никакой причины бояться русских, ведь мы уже неоднократно пересекали все их красные линии. И они не сделали ничего в ответ. Политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что огромное доверие, оказанное власти весной, не безграничено. Если его будет использовать так же бездумно, как последние два месяца, это может создать значительные политические проблемы. Эксперты призывают сосредоточить внимание на населении и действуют решительно, поскольку противник уже развязал масштабный конфликт. «Украинское командование ликвидирует мосты в Курской области. И я не понимаю, почему мы не сносим серию плотин под Днепру. Мы не делаем так много всего, что даем врагу право ощущать свою безнаказанность. Мы не должны думать о противнике. Ах, как им сносить энергетику, как они зимой будут замерзать. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? И это еще не предел», – заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Но после вторжения украинских боевиков в Курскую область, в сети начала расходиться фейковая новость о якобы принятом решении о мобилизации в России. Приписывать такое заявление начали даже президенту России Владимиру Путину. Ответом же на данные вбросы стало уже реальное решение главы Минобороны Андрея Белоусова. По социальным сетям начало расходиться фейковое заявление, которое якобы сделал президент России Владимир Путин. В сети сообщают, что мобилизационные мероприятия начнутся в самое ближайшее время. И глава государства, мол, якобы уже подписал соответствующий документ. На деле же ничего подобного не было озвучено. При этом вопрос о том, грозит ли стране новая мобилизация в связи со вторжением украинских войск в Курскую область, все же висит в воздухе и активно обсуждается гражданами России. Необходимости в новой мобилизации нет. Солдат у нас хватает, уверяет глава комитета Государственной думы по обороне генерал Андрей Картополов. Между тем, в региональных коридорах власти уже начали тихо шептаться о второй волне мобилизации. При этом поток добровольцев в вооруженных силах России не иссякает. С 1 августа правительство увеличило размер единоразовой выплаты добровольцам, подписавшим контракт с Министерством обороны для участия в спецоперации. Путин подчеркнул, что количество добровольцев постоянно растет. При этом и без увеличения выплат граждане отправились в военкоматы. Депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил о своем недавнем визите в Чернышевск, где в военный комиссариат пришли молодые мужчины до 30 лет, которые хотят подписать контракт. Нападение на Курскую область способствовало еще одной волне массового прихода добровольцев. Мужики идут защищать родину, заявил парламентарий. Но на Западе, похоже, считают иначе. Иностранные журналисты имеют собственные источники информации. Агентство Bloomberg сообщило, что мобилизация может быть проведена с ноября по декабрь. По их предположению, власти могут представить ее как ротацию для отдыха солдат с фронта. А немецкая газета Bild написала следующее. Судя по всему, Путин планирует гигантскую мобилизацию. Количество солдат, которые будут отправлены на Украину, огромно. Но каковым в действительности оказалось решение Белоусова? Напомним, что в России созданы три оперативные группировки войск – Белгород, Курск и Брянск. Новая система обороны потребует новых усилий как от регионов, так и от федерального центра. Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул – работа ведется в круглосуточном режиме. Поступающие из регионов запросы отрабатываются в суточный срок. Эксперты оценивают все нюансы и приходят к выводу, что в обозримом будущем наполнение новых оперативных группировок не потребует проведения мобилизации. Однако слухи начали ползти даже на самых верхах. В Кремле начали обсуждать объявления новой волны мобилизации из-за наступления ВСУ в Курской области. Но пока решения нет и проблем с нехваткой личного состава в приграничье. Решают за счет срочников, сообщают оппозиционные издания со ссылкой на источники. «Правительство и близкие к государству бизнесмены выступают против мобилизации. Это выбит из экономики последние трудовые ресурсы. Работать уже некому, а тут одних заберут, другие начнут ныкаться», – говорит источник в Кабмине. Однако он подчеркивает, что не знает, насколько к таким аргументам прислушивается высшее руководство России. По его оценке, мол, более вероятно, что к боям в Курской области будут массово привлекать срочников. Два близких к администрации Путина – собеседника, яро утверждая, что медийная подготовка общественного мнения к этому уже ведется. Например, об этом говорил командир Ахмата Абдия Лаудинов. «Это тоже подается как часть новой нормы. Раз враг пришел к нам, то срочники должны принимать участие в отражении», – говорит один из источников. Подчеркнем, что официальные лица и Минобороны информацию о возможной мобилизации не подтверждали. Поэтому и слова подобных источников можно просто считать очередным бредом. Россия стремится превратить вторжение в Курскую область в военные успехи. Так пишет The New York Times. Спустя две недели после неожиданного вторжения Украины в Россию, кремлевские войска замедлили их продвижение, а укрепление линии фронта в Курской области России положило начало следующему этапу битвы с большими политическими ставками для обеих сторон, пишет издание. Также авторы сообщают, что непредвиденное вторжение в Курский регион обнажило постоянные провалы российской разведки, а также нехватку у России боеспособных резервов в конфликте. Быстрые успехи Украины также перевернули глобальное представление о медленном, но неудержимом марше России к победе в военном конфликте на истощение. Тем не менее, битва в приграничных регионах России находится на начальной стадии, и нынешние темпы вторжения Курска дают Путину время для выверки ответных действий. По мнению аналитиков, вместо того, чтобы ослабить власть Кремля, вторжение может в итоге заставить большее число граждан России сплотиться вокруг флага. Кроме того, наступление ВСУ в Курской области в военном отношении с точки зрения России дает возможность еще больше истощить ограниченные силы Украины и добиться успехов на других участках фронта. Поэтому задача нашей страны сейчас состоит в том, чтобы превратить краткосрочную политическую победу Владимира Зеленского в стратегическое поражение и в ловушку для украинской армии, считают русские военные аналитики, которых цитирует американское издание. По словам аналитиков, среди возможных вариантов для российских генералов, попытка собрать новые подавляющие силы, чтобы разгромить плацдарм Украины в Курской области или использовать свое преимущество в авиации и артиллерии, чтобы постепенно заставить войска отступить. Обе эти стратегии могут занять недели или даже месяцы и будут осуществляться за счет других участков фронта, что отражает реальность конфликта, в котором ни одна из сторон не имеет достаточно ресурсов, чтобы заставить противника прекратить боевые действия. Такие вот новости, дорогие друзья. А что об этом думаете вы? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк этому видео, чтобы быть всегда в курсе всех новостей и помогать нам в распространении данного материала. Спасибо вам за просмотр и всего хорошего!